Все готовы? Готовы, вижу. Ну, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Был эту комнату один, и даже тогда кто-то узнает твое лицо, оно не сойдет с дворых полос. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Садил эту комнату один, уйди с головой. Но кто-то откроет имя твое, оно не сойдет с дворых полос. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Кто-то другой. Кто-то другой. Кто-то другой. Ничто так не изменит тебя. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Неизвестность не так страшна порой, как он видит, что в церкви кто-то другой. Ну вот, собственно, будем теперь знакомиться ближе. Коллектив, который здесь сегодня, это группа из-за ротации своего радио. Некоторое количество песен в постоянном режиме крутится в эфире. Семь, по-моему, на вскидку сейчас не вспомню. Но достаточное количество, значит, знакомого с этой группой в принципе. Называется коллектив «Светотень». И, понятное дело, «Светотень». И сегодня мы будем заниматься очень внимательно, потому что очень хочется понять, что, кто, откуда, почему, с какой стати, зачем, откуда берется этот вокал у этой хрупкой девушки. Ну, в общем, сегодня разбираемся со всем. Они немножко волнуются. Как я понимаю, не надо. У нас обычно не волнуются. У нас обычно все по-свойски, все по-кухонному. Если нужно чаечку, то давайте чаечку попьем, кофеечку. Если что-то другого, ну, давайте подумаем, как мы этот вопрос решим. Ну, так, чтобы только не переборщивать. Вы сами понимаете. Итак, голос, вокал, то бишь тот, который вы слышите уже, это замечательная девушка Юлия Мингажев. Она же Джей. Вот как тебе все-таки лучше, Юля или Джей? Как удобнее. Ближе к микрофону подойди, пожалуйста. Давайте Юля сегодня. Слышишь, как хорошо звучишь сразу. Да, мне нравится. Юля, мы, значит, так и будем к тебе обращаться. Далее. Бас Иван. Да, это я. Просто Иван. Канда. Вот Иван и все. Что? Хорошо. А почему нет? А что? Иван. Ну, у меня написано Иван, значит, Иван. Гитара. Андрей Савин. Да, здравствуйте. Вот человек с фамилией в коллективе. Единственный, пожалуй, человек с фамилией. Ну, и барабанщик коллектива, это как обычно, в каждой группе у барабанщика свой собственный микрофон вокальный, ну, в смысле эфирный, то бишь. Вечер. Подожди секундочку. Лампочка загорается, говоришь. Вот смотри, не горит, не говоришь. Ну, я сначала тебя представлю, а потом ты скажешь. Тут вообще все просто. Грим. Я выгорит. Да, здравствуйте. Вот, все, видишь, как ты. Грим, так его зовут. Коротко, лаконично, понятно и очень слышно. Ну, собственно, это и есть группа «Светотень», и сегодня мы с ними здесь проводим два часа времени. Надеюсь, вы к нам присоединитесь сразу же, потому что любит аудитория что-то погромче, потяжелее, пояростнее. Это я уже давно изучил для себя, давно уж привык к такому отношению. Отличная песня. Народ начал сразу комплиментами забрасывать. Подождите, я вам все это прочитаю. Ну, все, не успею, много, но какую-то часть обязательно зачту. Давайте так, напомню, как с нами связываться, имею в виду ваши сообщения. 46-47 – это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите «свои», затем ставите такой префикс после «свои» пробельчик, а потом уже пишите все, что хотели бы сообщить. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления. В общем, делитесь всем, что есть, всем, что накипело. Официальное сообщество своего радио, группа ВКонтакте. Там уже давно выложен анонс фотографий. Фотографии коллектива вы можете наблюдать. Ну, а в самом тексте анонса название группы «Светотень» выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. То есть мы стараемся сделать все возможное, чтобы те, кому понравилось, сразу же оказывались у вас в поклонниках. Соответственно, получали бы информацию о ваших передвижениях, новых, может быть, песнях, альбомах, эпишках. Ипи, так это называется теперь. Ну, и, понятное дело, о турах, в первую очередь, это тоже важно бывает. Можно писать в чатах. Чат на сайте своего радио, своерадио.фм. Оттуда мы тоже выискиваем информацию. Можно видеть, что в этой студии происходит. Для этого нужно кликнуть на ссылочку «Онлайн-видео». Она находится сверху под баннером. Вот в данном случае баннер «Сенхайзер». Я вижу, он мелькает и меняется постоянно на разные другие. Рядом с логотипом на сайте, там длинненький такой плеер. Слева «Онлайн-аудио». Это чтобы слушать онлайн-видео, чтобы смотреть. Кликаете на «Онлайн-видео», синий кружочек. И тут же оказываетесь картинки, которую нам предоставляет Планета.ру. Замечательная краудфандинговая платформа. Там, кстати, тоже есть чат, в котором точно так же можно отписываться. Ну и, соответственно, отобсюду, внимательно изучая все, что вы пишете, мы выбираем какие-то вопросы, какие-то эмоции, впечатления тем, что вы делитесь. Мы с радостью делимся, собственно, делимся и с музыкантами, которые здесь сегодня, совсем не волнуясь, показывают вам свое творчество. Итак, как называлась первая песня? «Кто-то другой». Абсолютно. Спасибо. Вы сегодня поете, как я понимаю, программу смешанную. Новые песни, старые песни. Или все-таки презентуете какую-то, возможно, новую свою работу? Мы презентуем одну новую песню, да. Одну сегодня. А все остальное из старого, уже знакомого вашим поклонникам творчества? Да, из нашего недавнего альбома. Окей. Ну, и я хочу сказать сразу, вот что, тоже важный момент. Группа-то, в общем, из Уфы. И, как оказалось, они из Уфы сегодня и приехали. Вот прям сегодня. Только ради того, чтобы сыграть сегодня здесь, в программе «Живые». Да, совершенно верно. Ну, за этот героизм вам отдельная благодарность. Мы тут перед эфиром вспоминали, откуда к нам только не приезжали. Где там у нас Петропавловск-Камчатский, по-моему, там все время полночь, если по старинке, по советским канонам. Оттуда приезжали, конечно, но все-таки приятно всегда, когда люди вот так собираются и едут. У вас в ближайшее время концертов в Москве нет? Нет. Вот прям специально приехали на эфир? Да. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Это за это респект и уважуха, как нынче принято говорить. Снимаю шляпу, что называется. И огромная благодарность от нас всех. Давай, наверное, дальше попоем немножко, а потом уже будем зачитывать, что пишут. Скажу вам, пишут много чего. Да? Ой, много чего. Сообщений сегодня, я думаю, будет много. Лесных. Я в этом абсолютно уверен. Как называется следующая песня? Как снег. Ну, все-таки говорить лучше в тот микрофон. Как снег. Хорошо. Ладно. Как снег. Спасибо тебе большое, Ванечка. Спасибо, дорогой. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня святотень. Поехали. Разбивает на части, не позволяя вставать. Согревает, но поздно перестаешь ощущать. И ты знаешь, что устанешь когда-нибудь, даже когда земля твоих ног не касается. Убивает желание и отдаёт, что просил. Открываются двери, лишь когда нет больше сил. Не веди себя, словно всё это в первый раз. Просто иди, продавай свой опыт на улицах. Как все многообразие причин. Как снег. Тихо упал ещё один. Сколько дней ты потратил, чтобы всё кончилось так? Ждал второе дыхание, ждал, что появится знак. Не дождался, поднялся и сделал новый шаг. Да только растаял свет и снова окутал мрак. Избылись все страхи, дверь снова заперта. Упираешься, слышишь, ропот затея в пустах. И ведёшь себя, словно всё в первый раз. Все дети понимают, что ты сейчас как все. Многообразие причин, что ты как снег. Тихо упал ещё один. Многообразие причин, что ты как снег. Тихо упал ещё два, ещё один. Многообразие причин, что ты как снег. Под灯-мелеттан, составляешь себя на дверь. И она разлетается на мелкие щетки. Как все! Как все! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 это подтверждает, мы давно дружим с навигатором отношениями. С кем только мы не общаемся по этому поводу, и все воют. А когда воют, я понимаю, что что-то не так. Я спрашиваю, музыкантов-то хороших много. Мне отвечают, да, много, конечно. Но далеко не всех принимает публика. Вот этот вот момент публики, который принимает или не принимает, меня всегда смущал. Если капелька воды в одну точку долбит постоянно, она пробивает невероятные толщины бетона. Капелька воды. То ли это с лейблами что-то не так, и они просто, ну, мягко скажем, ленятся работать, по сути дела. То ли действительно с публикой. Что вы думаете? Никого не обидите в любом случае. Если что, я вас отмажу перед каждым из лейблов, потому что со всеми у нас нормальные отношения. Давай, колись. Ну, мы просто не особенно знакомы с внутренней жизнью лейбла и с работой лейбла, поэтому сложно. Ну, когда подписывались с навигатором, вы же надеялись на большое будущее. Это так грустно звучит сейчас. Там такое стечение обстоятельств было, представьте. А1 закрылась, да, чё там? Радио какие-то назакрывались. Все эфиры пропали. Не знаю, честно, честно, не знаю, в чём дело. Если бы я знала, всё... Было бы большое будущее, когда бы говорили. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая замечательная присказка. Самое интересное во всей этой истории, что в группе вокал замечательный, музыканты хорошие, и всё складывается абсолютно в пользу коллектива, а лейблы что-то тормозят всю эту историю. Ну, я так понимаю, что говорить вы особо на эту тему не хотите, Бог с вами. Дело ваше. Я могу сказать, что люди ленивые просто. Просто ленивые люди и не хотят, по сути дела, Лёша готов в это глаза сказать. Ленивые люди не хотят, в общем, как-то париться и вкладываться в то, что неизвестно, даст результат или нет. Я всякий раз вспоминаю в этом случае товарища Рокфеллера, когда ему приносили годовой бюджет, ну, на рекламу, скажем. Ну, условно говоря, миллион долларов. Другие были цены, другие деньги, да. Вот он смотрит на него и говорит, вот знаю точно, по статистике срабатывает только половина этих денег. Знать бы какая. И всё равно вкладывает в рекламу, не понимая при этом, какая из этих частей сработает. У нас почему-то лейблы до сих пор не... Мы живём же теперь уже не при социализме вроде бы, как у нас вроде как западные мерки, вот, с одной стороны. А с другой, при оплате, я имею в виду, если музыканты что-то там хотят, то, конечно, западные мерки. А если для музыкантов, то как-то вот пока совок, к сожалению. Это, честно, то, что я думаю. Согласны вы со мной или нет, это ваше дело. Мне интересно, это только в нашей стране так, или тенденция такая? Я не могу сказать, насколько это так плохо или хорошо в нашей стране, но могу сказать точно, что западные продюсеры чаще всего, если это грамотные люди, их там много, работают от звезды. Вот услышали вокал, сказал, вау, сказал продюсер, и он будет из тебя давить звезду, пока ты жива. Будет давить тебя, будет заставлять тебя работать, а не сидеть и смотреть, как придёт в зал, стоп, человек публики или не придёт в зал. А у нас лейблы начинают работать с коллективом, задавая вопрос. Первый вопрос, который задаёт обычно лейбл, не знаю, как Козин, скажите, пожалуйста, на концертах вы сколько людей собираете? Ты говоришь, 100. Говорит, о, хорошо, я вами займусь. Говоришь, 30, говорит, не-не, маловато. Давайте-ка ещё. Так, а зачем тогда нужен лейбл? Для того, чтобы вы собирали в клубе, или не в клубе, а, может быть, на более широкой площадке стадионы. Ради этого лейблы работают. Мы на лейбл пришли уже с записанным материалом. Так понятно. Уже с записанным альбомом. Ну, понятно. С введённым, с введённым, а не просто. Понятно. Мы пришли с работой, которая уже была готова. Её надо было взять и продвигать. Вот, ну, ладно. Это всё моя боль тоже, потому что я с этим пытаюсь как-то бороться, как могу. Ну, в общем, пока что лейблы побеждают. Давайте петь дальше. Что это будет? Песня, которая называется «А ты не знаешь». Песня из ротации своего радио. Так что знаем мы эту песню. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Светотень». Поехали. Я смотрю в твои окна, пишу послания, их читают другие, смеются и плачут. Я пишу разговоры, рисую портреты. Утокую газета. В МП летача. Папы, не знаешь. Один, кто сказался и слышать и видеть. Посмотри, все вокруг показывают пальцем. Не знаешь. Один, кто сказался и слышать и видеть. Посмотри, все вокруг узнают тебя. Не знаешь. Не знаешь. Не знаешь. Я даю вам явление. Стреляю из танка. Стреляю из танка. Один, кто сказался и слышать и видеть. Посмотри, все вокруг показывают пальцем. Не знаешь. Не знаешь. Один, кто сказался и слышать и видеть. Посмотри, все вокруг узнают тебя. Не знаешь. Стреляю из танка. Не знаешь. Не знаешь. Не знаешь. Расберут на счастье все в окне Узнают тебя А ты не знаешь Один, кто сказал, всех слышать и видеть Не знаешь Смотри, все вокруг показывают пальцем Не знаешь Не знаешь Не сделаешь вид, ты неправда не заметила Не смотрят тебя вслед, за спиной обсуждают Не сделаешь вид, и неправда не заметила Не смотрят тебя вслед, за спиной обсуждают Не знаешь Ну и довольна, по-моему, собой, наконец-то Довольна собой, улыбается Всегда приятно, когда музыканты довольны тем, что делают Вот, например, Юрий Мишанин пишет Ммм, а вживую это гораздо сочнее и жирнее звучит, чем в студии И светотень, крутотень Вот так пишет Юрий Мишанин Спасибо за жирнее отдельной связи Да, вот тогда нужно сказать спасибо огромное сегодня Звукорежиссеру программы «Живые» Александру Лепешкину Ваши овации, аплодисменты Спасибо Для него это сегодня дебют здесь, в этой студии В программе «Живые» Так что посмотрите, какая у этого человека большущая перспектива И какой большой талант Не зная, по сути дела, коллектива И, в общем, сегодня, впервые работая с нами в программе Он создал всю ту атмосферу, которая, в общем, у нас обычно С нашими старыми уже, ну, не то слово Привычными звукорежиссерами С которыми и знакома вся аудитория наша Кто пишет тексты? Я Сказала она Я за тебя говорю Я Кто пишет музыку? Ваня Мы Мы Ну, мы-то мы Но всё-таки кто-то же какую-то рыбу-то пишет заранее изначально Мы джемим на репетиции А, просто так сели, поджемили и песня случилась? Да А что раньше тогда рождается? Музыка рождается или текст? Музыка А я сижу так и пишу А потом уже текст Ну, всех по-разному Да Ну, что у всех по-разному Ну, я люблю вот, когда они играют И, в принципе, музыка То, что они играют Это мне вот Оно сообщает, что мне петь Вот Это идеальный вариант Ага То есть ты Они меня вдохновляют Отталкиваешься уже от них Всегда так было? Да Ну, да, практически Нет, бывает иногда, что кто-то дома что-то придумывает Там Андрей бывает придумывает Ну, хорошего гитариста вы нашли, ещё и тексты пишут Да, так-так-так Не-не-не, вопрос Речь не про текст Музыку придумывают Про музыку В смысле ходы какие-то Да Окей, понятно Какое у тебя образование? Высшее Да спасибо большое Какое, профессионально какое? Филологический, английский язык Английский язык Поэтому на чеке ты пела по-английски Да Да Наверное, поэтому В смысле, много причин На концертах поёшь только по-русски Ну, вот у нас альбом русскоязычный, да Но есть англоязычные песни? Бывают, случаются А вы их сегодня не планировали петь? Планируем одну петь Хорошо Как раз презентовать Это должен был быть сюрприз Так-то Мы должны были всех удивить Я тебя умоляю Да, как будто ваша аудитория не знает, что вы поёте по-английски Мы вживую один раз всю эту песню играли Да дело не в этой песне Да ладно, что ты знаешь Дело не в этой песне Вы же на концертах поёте по-английски? Нет Нет? Нет, ну тогда извините, что я продал ваш сюрприз Всё нормально Ну, тем более будут ждать Тем более интрига тогда повисла В основном-то аудитория с вами знакомится Я имею в виду широкая аудитория Поэтому для них это тоже, в общем, такой сюрприз, как вы в этой студии Всё нормально Всё откладывается А музыкальное образование какое? Нон Никакого вообще? А вокал где? Ставила себе? На репетициях То есть вообще никакого педагога не было? Не было А гроулинг откуда? На репетициях Ну, потому что, вы понимаете, у нас маленькая комнатка Барабаны, инструменты, камбари Приходится орать, я понял, да Я понимаю, да Первое время было очень сложно Я понимаю, да Это про тебя Анекдот уже не в первый раз рассказываю Но как раз это про тебя Это самый удачный случай Интересно Когда я этот анекдот могу рассказать адресно Заинтриговали Легко Когда одна подружка другой говорит Я вообще-то привыкла, когда муж рядом Рядом, я сказала Это вот твоя история Пацаны хохочут, говорят, да Скорее всего, она как раз из этой серии То есть, нет, ни музыкального, ни вокального Ну, то есть, понятно, что никакого образования Опять грустно, да? Почему грустно? Нет, как раз мне-то это нравится А Ваня, у тебя? У меня высшая медицинская музыкальная Поэтому ты в этом Очень похож на доктора, да Я хочу сказать, шапочка такая, как котелок у доктора Клёво В общем, музыкального образования у нас никого в голове Ни у кого вообще? Ни вообще никого А медик ты какой? Ну, чё? Сейчас уже никакая Ну, никакая, да Вот Маша, она не курит и не пьёт, да А Маша, какая? Никакая Совсем никакая Ну, училась на кого? Акушер-гинеколог Обалдеть А чё ж ты бросил профессию? Устал? Так сложилось Судя по всему, Савин-то и не знал об этом даже Аплодирует Я вообще знал, просто, ну, это же круто Это очень Очень необычное Ну, пошёл ты-то учиться на эту профессию Я понимаю, почему Потом устал Нет, совсем не поэтому А почему? Ну, там Это потомственное Да, это потомственное А, то есть у тебя семья, да? У меня семья Все Я в третьем поколении врач И тоже акушер-гинеколог Акушер-гинеколог во втором Кто, мама? Отец Отец? Мужская линия акушера А мама? Скорая помощь Это ещё круче Это ещё круче Это правда Надо преклоняться перед такими людьми Потому что у меня в своё время брат двоюродный Работал на скорой помощи Перед мамой, не перед тобой Я в таком случае Да, я в данном случае о маме говорю сейчас Я просто поездил с братом Просто поездил Вот посмотреть, как Ну, брат подпустил меня в эту машину Да, и мы помотались по всем этим вызовам Я вам скажу, ребята Когда люди ругают скорую помощь за то, что она медленно едет Скорее всего, виноваты пробки Но люди там, которые работают Это люди похлеще шахтёров, по сути, свои Там такие условия бывают иногда Там такие бывают нагрузки Что маме твои большой Респект такой огромный Да, низкий поклон Ну и папе тоже Сколько он родов принял, не считал? То есть это неисчислимо, на самом деле Даже его спросить там Он не вспомнит, да? Пятизначный был К нам как-то недавно заходил Заходил приятель наш хороший, близкий Друг даже, наверное Директор одного из коллективов музыкальных У него жена Гинеколог У них в семье У самих 10 детей На одну секундочку, да? И она ещё, как сказала, приняла Она называла цифру Ты сейчас там с лишним Она знает точную цифру Сколько родов она приняла Ну, вот так Она их как-то считает Шетчик, наверное Не знаю Может быть у них в больнице учёт Бог его знает Так, Андрей Иди сюда ближе к микрофону, пожалуйста Ты какое образование имеешь? Я дизайнер полиграфии Дай тебе Бог здоровья Дизайнер полиграфии А с инструментом Как ты вдруг подружился? Ну, я просто как-то взял в руки гитару И всё, что я умел играть Я помню, чуть-чуть набранчал И получилось у меня где-то три песни И я сколотил группу Со стандартной Все мои учителя Это мои любимые музыканты Которых я слушаю Просто С кого-то снимал В своё время Не, я не снимал Просто я Учился Но сейчас я скажу Что гитара звучит Совершенно роскошно Особенно если вы смотрите трансляцию Вы должны видеть Как он это делает Спасибо Лицо надо видеть Потому что там эмоции Мне кажется, что он мог бы и не играть А просто эмоциями своими Подавить любого человека В хорошем смысле Забить его энергетикой своей Буду иметь в виду Блестящий Не надо иметь Лучше в виду Так Кто он? Грин остался Давай, дорогой Рассказывай про себя, пожалуйста Ну, образование у меня среднеспециальное На самом деле Ну, кто-то специалист какой? А, электромонтёр Хорошая специальность Единственная нормальная Человеческая специальность у вас в группе-то Так Да, я согласна Что ты ржёшь? Вот так вот бак свет отрубило Ты куда побежишь? Извини, к к кушеру, что ли? Нет К электромонтёру Само собой К к кушеру, может быть, ты избегаешь раз-два А электромонтёр нужен всегда Так Ты гордись своей профессией Я горжусь на самом деле Молодец Молодец А музыкальная? Музыкального нет Вот этому ты научился где? Пока лампочки менял, что ли? Нет А как? Свободное от работы время Пришёл на базу Друзьям Сказал, хочу играть Нет, я просто пришёл пообщаться На самом деле Посмотрел Попробовал, сел И получилось Прямо сразу? Не сразу Но это Но это Ребята пострадали сначала Потому что это было громко Но самое главное Было ритмично Вот да Для бравочек Это очень важный момент Главное держать ритм Я в своё время В школьные годы играл На барабанах тоже Потому что ни о чём другом Ну, лень было Вот это вот Всем этим заниматься А с барабанами Чувство ритма Я садился и играл Давно уже этого не делал К счастью Потому что это громко На самом деле Всё, что хотела себе сказать Спасибо большое Если что, ты так махни Я тебе микрофончик-то включу На всякий случай Ребятки, ну давайте дальше Чего это будет? Комната Как всегда, живой звук В программе живые Погнали Светотень здесь сегодня На всякий случай напоминаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И вся эта комната полна твоих мыслей Я не могу здесь думать, я не останусь здесь Я не останусь здесь Я не останусь здесь Я не останусь здесь Я знаю, я слышу тихо И вся эта комната киснет его мыслями Я не могу здесь думать, я не останусь здесь Вся эта комната полна твоих мыслей Я не могу здесь думать, я знаю, я слышу тихо Я знаю, я Скажи мне, ты не потеешь, не? Когда поешь? Спасибо Не потеешь, когда поешь? Потею Но это нормально Если выкладываешься Расслабься просто Я хочу, чтобы ты расслабилась Я расслаблена Спасибо А здесь вот Ай, умница Роман Быстров пишет третья песня Не слышал раньше Ну, по-моему, он имел в виду А ты не знаешь Да, третья же была А ты не знаешь Да Как это вы не слышали, если она в ротации Удивительно Да, как это вы не слышали Не понимаю, почему, пишет Роман Ну, видимо, не каждый день Может быть, и не постоянно слушать эфир У нас нет повторяемости в эфире Поэтому, возможно, не попал Хорошо, идеально подходит для радио То есть на волне При этом есть свой стиль Будем слушать Ну, это комплимент, в принципе, радиостанции Которые понимают, что эти песни Подожди Они подходят для радио А вам комплимент Я хочу сказать сам Пока ты пела, я посмотрел Константин твердо выложил клип Из-подо льда, понятное дело Единственный клип пока что у вас, да? Ну, такой серьезный Нет, ну, как сказать У нас еще двойник есть Но он бессюжетный просто Ну, так он достаточно серьезный Вот из-подо льда очень такой Очень серьезный Я слушаю эту песню Я смотрю из-подо льда И понимаю, что там сюжетная линия Мне совершенно очевидна И там, и в этой песне Которая только что была И в этой, которую я рассказывал Только что из-подо льда Такая тема прорыва Тема отказа от чего-то прошлого И жажда вырваться из какого-то круга Она присутствует И ни в одной песне присутствует Это что в тебе такое говорит? Ну Ну Да, спасибо Самый короткий ответ На понятное дело простой вопрос Я просто хочу сказать У нас песни многослойные, наверное И мне нравится как раз то, что все по-своему воспринимают И видят разные вещи в том, что я пишу Вот в тексте Понятно, но, допустим, в том же клипе Ты находишься подо льдом, да? И ты пытаешься этот иллюминатор, этот символ льда Как, кстати, там не мерзла бедная девочка Абсолютно Или это студия? Очень замерзная Да, студия, конечно Студия И выглядит очень эффектно Такое ощущение, что правда на льду И правда со снегом И правда вся замерзшая Как тебя не разбил там параличом-то на этом морозе? Июль месяц В июле снимали? Что ты говоришь? А, ну ладно Июль месяц А в клипе февраль А в клипе февраль Очередный раз убеждаюсь, что трех инструментов вполне достаточно, чтобы устроить хорошее рубилово Молодцы, пишет Денис Журавлев Совершенно верно Гитара, басы и барабаны А нет, четыре инструмента Четыре А голос Это тоже инструмент еще Какой, между прочим? Значит, Антон Бамблбит спрашивает Есть ли идеи, на какую песню с нового альбома будут сниматься видео? И порадуете ли вы им в ближайшее время? Есть у кого-нибудь музыка Мы об этом уже говорили Может специальные курсы? Нет, никакого у них образования нет музыкального Привет из Уфы От Антона Антон Привет, Антон С Родины Так вот, на какую песню будете писать клип? Снимать То бишь Идеи нет Ну, мы на двойник сняли и я думаю, что... Ну, у нас нет в планах клипов сейчас на второй альбом, потому что мы уже третий пишем Ага А когда же будет третий? Ну, приблизительно Это вот в процессе Просто, когда говоришь приблизительно, потом со сроками все время получаются какие-то проволочки И в результате все пишут где-где-где-где-где И мы такие, ага, ну надо же Хочешь нас мешать долго, расскажи о своих планах Да, но мы же не хотим все сделать там быстро-быстро и выложить как есть То есть мы все делаем до тех пор, пока нам не станет нравиться Поэтому мы уже позже будем знать о дате там третьего альбома Слушайте, а студия, которая вам это все пишет, где там, в Уфе? Это мы сами Давай, нет, погоди Пусть Андрей об этом, он лучше расскажет Ну, Андрей, где расскажет? Давай, Андрей Это студия, ну, как Это наша репетиционная база, гараж наш То есть мы практически все делаем там Я занимаюсь сведением Но у нас не гараж все-таки Он занимается всем остальным Ну, как не гараж То, что там есть второй этаж, это не означает, что это не гараж Что это не гараж Так Ну, он такой гараж, кстати, если хотите посмотреть У нас есть видео на лайв-комнаты, в общем Вот там наша репетиционная база Да, это как раз место, где мы все пишем То есть конкретно для альбома «Комната» мы записали барабаны в джаз-клубе Это у нас такое в Уфимском джаз-клубе Вот, остальное все писали на базе Ну, вот, я думаю, следующий альбом мы будем писать полностью У себя Хочется просто всю эту передать атмосферу нашей репетиционной базы Ну, звучит альбом шикарно, я вам скажу Спасибо, мы старались Да, и я, честно говоря, так задумался еще В Уфе появилась классная студия Я подумал, я нет, все делают музыканты сами Ну, на самом деле, сейчас технологии позволяют это делать И уши позволяют Ну, да, уши ушами Но какие бы хорошие уши не были При отсутствии некоторых, ну, скажем, некоторого софта Да, я согласен Этого сделать было невозможно Сегодня возможно Поэтому, опять-таки, это в некотором смысле для молодых музыкантов Которые хотят делать хорошо Некий урок Делайте сами Ну, для нас в плане софта, на самом деле, нам очень повезло Потому что нам осталось наследство, скажем так, от студии «Снеговик» уфимской Угу То есть их звук в какой-то степени Он сейчас, ну, не то чтобы прямо наш, но мы им активно пользуемся А куда делать студию «Снеговик»? Сейчас они подерутся, кажется Так, так Студия «Снеговик» Ну, закрылась Почему? Потому что нерентабельно? Нет, там у них была проблема с помещением То есть они с одного помещения съехали, а в другое так и не съехали, не въехали То есть там планировали-планировали, но так и... Что-то Андрей хотел добавить Да, это студия уже бывшего звукорежиссера группы «Люмен» И как раз он помогал То есть он, ну, как... Первый альбом он сводил в группе «Святотень», который вверх-вниз И записывал И записывал, да А вот во втором альбоме он уже выступал как наш, как бы, консультант Сенсей Он всегда у нас, как Ваня когда-то в одном интервью сказал, третейский судья Который вот всегда, если вот у нас какие-то там проблемы, вот кому-то что-то не нравится Мне вот, говорит Ваня, бас не нравится где-то в какой-то песне А мне там не... Ну, как никогда не говорит Нет, ну, а мне... Она ушла от микрофона, но ее слышно все равно Нет, ну как же... Всегда музыканты говорят, когда вот они слушают свою запись, они говорят, вот тихо барабаны Барабанщик всегда скажет, мне тихо барабаны Гитарист всегда скажет, мы тихо гитара А нам Влад говорят, ничего не тихо Все нормально Вокал прибавил и нормально Ну, в общем, логично Кое-что со СМС портала прочту Привет ребятам от Сережи и Димы Бибендума Давайте рвите не резиново Кто такой Дима Бибендум или Бибендум? А это вы нас спрашиваете? Ну, я думаю, когда человек пишет, вам привет передает от Сережи и Димы Бибендума Я думаю, вы в курсе Привет Сережа и Дима Бибендума Дум Дум Бибендум 2 Игра такая компьютерная Давайте рвите не резиновую Спасибо Значит, дальше группа Светотень супер Молодцы, желаю дальше вам больше концертов, эфиров Прекрасный вокал, беру еще за душу Тексты с прекрасным смыслом и красивая погружающая в атмосферу музыка Классная передача живые с удовольствием слушаю С НПА, но лучшим пожеланием и с любовью Али из города Уфы Смотрите, как подтянулись Привет Уфимцы Надо петь дальше Что это будет? Ты так удивленно на меня смотришь, да петь Петь Ты представляешь? Надо петь Сейчас Стремиться к нулю Стремиться к нули В общем, это тоже песня Обнулять В общем, это тоже песня из ротации своего радио, поэтому с ней аудитория знакома Погнали Поехали Поехали Я знаю Ты не отсюда И все, что вокруг тебе не известно Деньги и время смысл потеряли Деньги и время там неуместны Я знаю Я знаю Я знаю Ты не отсюда Иду для тебя Неинтересно И пусть твои силы сегодня стремятся к нему Пусть ты совсем не готов к новому дню Это не первый и не последний твой шаг Как не будет всегда И еще не дошло И еще не дошло Просто достали В этих глазах достаточно были Чтобы смотреть не своими глазами Деньги и время смысл потеряли Деньги и время там неуместны Эти безры Путник усталый Эти дороги мне тоже известны Пусть твои силы сегодня стремятся к нему Пусть ты совсем не готов к новому дню Это не первый и не последний твой шаг Так не будет всегда Пусть тебя наhow Пусть ты отмечена spécial Ты отмечена Эти семьиよね Эти семьи и послеуслов Эти семьи глубоким Эти семьи Dragи Деньги и агер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь всегда, пожалуйста, напомню, группа «Светотень», коллектив из Уфы, они приехали сюда специально, чтобы показать свое творчество аудитории своего радио, за что им огромная благодарность. Кстати, спели мы сколько? Пять? Пять, по-моему, да? Да. Пять. Вот надо как-то еще одну будет под конец часа залудить, что называется. Сколько она сразу по хронометражу, эта песня, так, навскидку? Которая будет минут четыре, наверное, да? Ну, чтобы я тоже рассчитал время, хочется песни закончить час, чтобы потом в следующий войти уже с какой-то другой песней. Послушайте, вот что действительно интересно. Ну, Уфа город музыкальный, что там? Есть масса примеров, коллективов, имен, которых знает вся страна из Уфы. А нет ли, я уже спрашивать стал об этом у людей из регионов, у людей из других городов, кроме Москвы, Питера и Екатеринбурга, нет ли своего рок-клуба? Почему-то так сложилось в стране, что вот Свердловский рок-клуб, Ленинградский рок-клуб, Московский, а вот каких-то образований в других городах крупных, миллионниках, например, нету. Это почему? А под рок-клубом вы сейчас данное что подразумеваете? Ну, я имею в виду некий, условно говоря, профсоюз, что ли, да? Некое объединение музыкантов. А был когда-то, сейчас нет. А, был все-таки? Ну, когда-то давно, да. А почему нету? Почему распался? А вот. А вот. За ненадобности. Она гениально отвечает на вопросы обычно. А вот. Как так за ненадобности? Ну. Все стали самостоятельными, отдельно отбивающимися от общей массы музыкальной или что? Он был, но он ничего не делал. Ага. Как-то вот так. Как-то все было впустую и вхолостую. Даже не то, что впустую и вхолостую. Просто он создался, но он ничего не произвел на свет. Ага. То есть, ну и вот он вот так вот. Года два они там в своем соку что-то поварились. И бросили это дело. Ну да. Еще одна грустная история от группы Светотемь. Да, почему я об этом спрашиваю? Ну просто потому что, ну скажем, вот скажу так. В ротации своего родина на сегодняшний день 350 групп. Цифра для многих запредельная. Идея создания некоего профсоюза музыкального, она давно витает. И она есть и у меня в том числе. Я считаю, что только объединившись можно добиваться какого-то результата. Вместе. Поэтому очень странно, что люди когда-то так попытались соединиться, скажем, у вас, да, в Уфе, а потом разошлись разными дорожками. Но понятно, что индивидуализм вещь полезная, да, когда ты хочешь реализоваться. Но помогать друг другу, мне кажется, можно было бы. Ладно, эта тема не к вам, потому что вы этим не занимались по-любому. Вот Илья Карпов пишет вот, что группу услышу впервые, пока все нравится. Прошло 56 минут человеку, пока все нравится. Это хорошо. К слову, про свое радио узнал совсем недавно, так у меня теперь каждый день открытие в музыкальных коллективах. Благодаря вам, Абарабанщик, мне напомнил вот этого чумового мужика у дачи коллектива, и он выкладывает, значит, видео, а не не видео, гифку. Да, похож, реально. Но потом, если что, в переписке посмотришь. А это, может, он и есть? Может быть, очень может быть, да, очень может быть, только в желтом пиджаке вряд ли. Почему? Это его любимый пиджак. Да, тогда, может быть, это он и есть. Ну что, наверное, давай закончим час чем-то. Что это будет за песня? Это как раз будет наша новая песня. Она называется The Blow, наверное. Но она вот такая новая, что... Пока и названия нет. Это, наконец, на английском. Это вот тот самый сюрприз, который вы сегодня сделаете всем и вашим поклонникам тоже. Хорошо? Окей. Давайте мы тогда этой песней, этот час и завершим. Тем, кто слушает нас, может быть, сегодня в первый раз, после этой песни, мы уходим на небольшой перерыв, ну а потом еще целый час будем слушать, наслаждаться. Погнали? Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте двигаемся дальше. Напомню, сегодня живая группа «Светотень». Вот Дмитрий Ермаков написал, интересно, слушать и особо смотреть трансляцию одно удовольствие. Видна и слышна полнейшая самоотдача. Наблюдать за всем этим огромное удовольствие. Ну, это я всем тем, кто, может быть, пока не включил трансляцию, чтобы вы это сделали всенепременно. Пауза была долгая, поэтому надо петь. Что это будет сейчас? Как называется песня? Крайняя степень. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Светотень». Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты двигаешься словно во сне Там, где танцуешь, ты проходит мой мир Осторожнее везде провода Я устал предупреждать Я стараюсь, но никак не могу Не понять, о чём ты говоришь Эти звуки так режут мой слух Они во много раз громче Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайняя степень Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайняя степень Последняя степень Твои руки разрывают покров Твои мысли разрывают мой мозг Я прибью их глазами Чтобы они не меня лить И ты знаешь, при этом, при всём Мы вряд ли друг друга поймём Эти пули вылетают насквозь Хватит тратить их на себя О-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-оу-о-о Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайняя степень Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайная степень Последняя степень Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайняя степень Здесь не помогут Ножи, пистолеты Это крайняя степень Последняя степень Ну вот, собственно, еще одна песнь из ротации своего радио знакомой аудитории Айдар. Мобар Агзянов пишет, мой любимый трек сейчас звучит Да, можно я еще скажу? Вот прям отдельное спасибо нашей, особенно уфимской публике За обычно хоровое исполнение этой песни То есть я практически на концертах половину ее не пою Все поют хором И это просто приносит мне, наверное, самое большое удовольствие в жизни Это не то, что у меня мало удовольствия в жизни А в смысле, что это действительно классно Это считается главным хитом вашим, что ли, получается? Ну как, у аудитории? Ну нет Нет, не считается главным Просто классно вместе петь Там есть ООО, у нас больше нет А, в этом смысле Ну да, там просто с текстом все ООО Тогда, наверное, по тому и подпевает Почему отменился концерт в Москве? Спрашивает, кто там? Давайте о концертах, кстати Я знаю, что у вас в Питере концерт скоро Да Когда? 25-го числа в клубе Фишфабрик Ну то есть послезавтра Точно А что ж не говорите-то об этом? Надо было сказать Послезавтра Послезавтра, 25-е, Фишфабрик Это сольный концерт ваш? С кошки джем С кошки джем Ну, хорошая компашка, между прочим, с кошками это спеть Что касается московского Почему отменился? Должен был быть концерт в Москве, да? Я так понимаю Должен был быть завтра концерт Так Но там организаторы на площадке что-то У них там как-то все пошло не так Не срослось Да Не сложилось Обидно, что-то возьми Обидно Ну, хорошо Главное, чтобы в Питере теперь срослось все Было бы очень хорошо Мы за вас очень бы порадовались Я думаю, в Питере все срастется Ну да, ну да Вот давай так Ставить установки, да Срастется Все срастется в Питере Все срастется А, да, еще в городе Кириши Так, это когда? Я же правильно произвел? Кириши, по-моему Кириши Да, у меня сестра 27 суббота 27 числа То есть 25 в Питере фишфабрик Там будет фестиваль В Киришах Будет фестиваль джамп Угу Рок-фестиваль Вот, на котором мы будем играть Угу Кладка сестра таланта, правильно В общем, ты сестра таланта Судя по всему Ладно, давайте петь Давайте петь Давайте петь Иногда лучше петь, чем говорить Нет, дело не в этом Просто надо успеть уложиться Со всеми песнями 12 Которые запланированы Сегодня на программу А что это будет? Путаюсь в твоих мыслях песни Окей Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня, напомним Святая тень Из города Уфа Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Путаюсь в твоих мыслях Путаюсь в волосах Ты знаешь, что я не верю в числа И в то, что у нас на часах Поймай в моем же ловушку Выследить не так легко И сделаем вид, что я из книги Или просто герой кино Только со стороны Показывай меня Легче со стороны Завтра будут другие пространства Будет уже изнутри Можно двигаться дальше Можно остаться и оставить себя в живых И путаюсь в твоих мыслях Путаюсь в волосах И лучше мне быть героем книги Чем тем, что я есть сейчас Только со стороны Я знаю, что мне придется молчать Ты показывай мне меня Показывай мне меня И соль для меня себя Только со стороны Я знаю, что мне придется молчать Все равно не поверит никто Разрывая все связи вокруг Понимать Не могло все зайти Так далеко Запираяя себя Выпуская опять Одновременно двумя И очень легко Ты молчишь, ты молчишь Заставляя желать Я знаю, что мне придется молчать Все равно не поверит никто Все равно не поверит никто Разрывая все связи вокруг Понимать Не могло все зайти Так далеко Запираяя себя Выпуская опять Одновременно двумя И очень легко Ты молчишь, ты молчишь Заставляя желать И все твоих слов И все твоих слов И все твоих слов Оставляя место в моей голове Или по иконах метро Вечно ждать Писать тебе без конца Кричать и ничто Кричать и ничто Кричать и ничто Одновременно трудно И очень легко Разорвать этот цикл И сказать все равно Ты молчишь, ты молчишь Заставляя желать И все твоих слов И все твоих слов Ну, коли уж пошли такие сейчас разговоры Про совместки какие-то, да? Вот вы с джемом, с кошками играете на концерте Говорили мы о студии «Люмина» Здесь Юрий Мишанин спрашивает В интернете блуждал записи исполнения Крайней степени Со Стэмом Булатовым На альбоме с ним записана песня Как снег А почему для альбома В качестве дуэтной Выбрали эту песню Они записали два дуэта Или крайнюю степень С темом Чего? Ну, как снег Она была Так сказать Нам показалось более подходящей Для исполнения с темом И учитывая особенно тот факт Что он написал половину текста Для этой песни То есть он как бы развил И сделал кульминацию И вот нам этот вариант понравился Угу А крайнюю степень Просто неинтересно было делать В таком формате Потому что, ну Ну Она уже гуляла в интернете, да И так все ждали Что мы споем именно ее С темом Что мы целенаправленно Даже просто ее сразу убрали Что ее мы тему даже присылали То есть вы ожидания решили не оправдывать Ну да Ну что ждете? Нет, это не было как вредность Совсем нет Просто Лично мне, например, казалось Что это не актуально И, ну То есть Мы это сделали с ним Это чисто был Практически экспромт Ну не то, что экспромт Мы, конечно, репетировали Но Все, я Запуталась В своих словах Ты говоришь Рассказываешь По крайней степени Ну хорошо Получилось Получилось В общем, мы решили сделать так Ну и молодцы Это ваше решение Ваше право Вот смс-очку я вижу Еще одну любопытную Привет от Кейкхаус Слушаем вас на работе Ребята, вы молодцы Спасибо Кейкхаус Это что? Это кто? Рассказывайте об этих людях Так Андрей, пошел Кейкхаусу большой привет Нет, ты скажи, кто это? Что это? Это, в общем Это Контора Жены Нашего басиста Это суперкрутое производство пряников С ручной росписью Вот так Да Вот так И сейчас они вместо Пряники Расписывать Слушают эфир Получают от этого Наверное Это ночь Я понимаю, да А когда еще пряники расписывать? Как не ночью? В рабочее время Вдохновение только ночью приходит Вот ко мне только ночью приходит вдохновение Поэтому Кейкхаусу тоже Привет огромный Спасибо, что слушаете Надеюсь, получаете удовольствие Не менее чем Мы Тут вот было еще сообщение Сейчас я его только отыщу Потому что оно было Вот оно Вот оно Вот оно Дмитрий Ермакова Кстати, раз уж прошла такая тема Песня последняя Которая закрывала час На английском То почему бы вам не записать англоязычный альбом? Музыка у вас отличная Вокал шикарный А тексты на английский переписать Так это вполне по силам Не южа причин Почему бы не попробовать Прославиться не только в России Но и за пределами Что думаете Так, опять Андрей пошел Что думаете по этому поводу? У нас все роли распределены Понятно Вот мы как раз Вот Как это сказать? Легки на помине Или как? Не знаю В общем, мы как раз занимаемся англоязычным альбомом И вот я думаю, что Мы зимой, наверное, приступим уже к записи Поскольку материал англоязычный у нас уже готов Для альбома Вот Но это совсем другие новые песни Это не переведенные Абсолютно новые Так То есть у нас есть и переведенные песни Угу Но в процессе перевода старых песен Мы начали сочинять много новых И решили, что Лучше новых И не смогли остановиться Да Это хорошо Это правильно Ну, так и так Англоязычные песни Ну, кто-то говорит, что вот Прославиться за рубежом Не знаю, на самом деле Насколько это помогает Когда пишешь и поешь по-английски За рубежом прославиться Не узнаешь, пока не попробуешь Там на многие вещи, да Смотрят несколько по-другому И язык, в общем Не всегда имеет решающее значение А вот реализовывать себя В чем-то, что ты делаешь хорошо Почему бы нет? По-русски хорошо И по-английски хорошо Значит, надо реализовываться И в этом тоже направлении Как мне кажется У нас на самом деле даже цель немножко Ну, по-другому все было Угу То есть, ну Она пока не знает Не, она знает, знает Расскажи То есть просто те песни, которые На английском То, что мы новое делали Все Они придумывались совсем по-другому Чем то, что на русском А как? Ну, не то чтобы, а как То есть на русском Вот у нас все понятно было Что вот мы играем Вот так вот песни Вот такие структуры песни Ну а по-английски Вот такая Все понятно А по-английски Ничего не понятно То есть мы Мы пробовали как-то Совсем другой формат Что-ли музыки Другие жанры какие-то Намешивали в то, что мы играли Угу Угу Так Савин опять пошел Сделал шаг И отошел назад С угрожающим видом причем Со спины подсадываются То есть, подожди секундочку Если Уже говорил Юля о том, что Она пишет текст Когда вы джимуете Когда вы играете Ну по-русски если И ваша музыка То, что вы сочиняете Прямо на ходу На реп-базе Дает некую Ну, некий стимул что ли Толчок для написания А? Триггер Хорошо, но я просто пытаюсь Понять технологию В общем, просто Мы хотели делать что-то Такое, чего мы раньше не делали И получилось так, что Неожиданно Написание русских песен Вот на русском языке Очень сильно отличаются От тех песен, которые пишешь С английским текстом То есть, уже другая мелодия Совершенно рождается Абсолютно То есть, то, что мы раньше не делали Нам было интересно У нас сразу появлялись новые идеи Какие-то на партии Там определенные Мы даже там строй меняли То есть, экспериментировали Диссертацию можно писать Влияние языка, да? Да, написание музыки То есть, я так понимаю Что этот альбом англоязычный Он будет совсем иначе звучать Да, он будет очень сильно отличаться От того, что было раньше То есть, мы слышим это И мы поэтому и не стали останавливаться Ну, в общем, наверное, и правильно Это рост Это движение вперед Я радуюсь за вас, да? Это интересно Вот Антон Бамблович спрашивает Ребята, расскажите, пожалуйста, кто Какие инструменты используют? Модели гитары? Баса Используемые примочки Железо Есть ли дополнительные какие-то? Слышу новую англоязычную песню Drive Это он писал давно 28 минут назад Вы хотите сделать так, чтобы Каждый последующий альбом Отличался от предыдущего Концептуальной музыкой и текстами Или так Незапланированно получается Но мы об этом уже говорили Что касается инструментов Ну, что о них говорить По-моему Все стандартно, да? Или какие-то есть особенности Ваших инструментов Ну, вот Fender Jaguar Да, Fender Jaguar Обычный японский Вот Обычно с гордостью Японский Да Обычный японский Из примочек у меня Вами Нами Smashbox Ibanez Очень люблю И два босса Digital Design Digital Delay 7 и ревер Ну, то есть, ничего особенного? Ничего особенного Вот так сказать, что там такие примочки То, что вы слышите Они извлекают из ничего особенного Потому как они талантливые люди Расскажи теперь про свой бас Давай уже, Вань Ну, бас у меня роскошный Понял Вот, молодец Он понял мой намек Нет, ну, кроме шуток То есть, я так с гордостью Всегда думаю о том, что у меня в Уфе Такой бас только один Да ладно? Да А что в нем особенного? Ну, то есть, это Modulus FB-4 То есть, в общем-то, ничего особенного Но для России это экзотика То есть А где взял? Купил Хороший ответ Купил на eBay в Америке Вот, в Америке Теперь молодец Нет, я пытался его купить на самом деле В России достаточно долго Угу Но просто не было, не было, не было, не было Угу Пришлось покупать через интернет Ну да Условно говоря Привезли нормально, ничего нигде не отломано Вообще Все классно Мне только цвет не нравится Ну, перекрась тогда Да как тут тоже Просто очень многие жаловались Когда заказываешь инструмент через eBay, например Когда их привозят Бывает там то колки отломаны, то еще что У нас гитара тоже на eBay заказана Слава Богу, что все дошло Слава Богу Что? Я, кстати, вот перекрашивал эту черную штучку Она была красная Она была изначально красная Вот тоже не нравилась Видишь, как Вань, возьми в пример, перекрась Какой тебе нравится цвет, скажи мне? Ты говоришь, белый не нравится Не, просто Если смотреть на вот эту модель Да, там они такие Блестючие-блестючие Дискомодели такие Классные Синие Смотри Двойник Двойник Говорили мы об этой песне уже сегодня неоднократно Как всегда живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня святотень Поехали Чтобы не длились эти недели и дни Можно придумать вместо себя двойник Она будет закрывать эту дверь по утрам Потеряет ключи, не узнав именно Будет как я Только почти Она будет закрывать эту дверь по утрам Потеряет ключи, не узнав именно Будет как я Будет как я Чтоб не дождаться этой пустой зимы Полуживых в искусственном свете квартир Я уйду и отставлю ее за себя У меня нет причины, а ей не нужно У нее больше сил, чем у меня Я вижу ту же болезнь у тебя в глазах Не избавлюсь от этого чувства никак Не избавлюсь от этого чувства никак Я вижу ту же болезнь у тебя в глазах Не избавлюсь от этого чувства никак Не избавлюсь от этого чувства никак Я продолжаю искать запасные пути Хоть знаю, что мне все равно по ним не идти Презирая в себе малодушие и страх Понимаю, что мне не убить просто так Что бьется внутри, заставляя дышать Я вижу ту же болезнь у тебя в глазах Не избавлюсь от этого чувства никак Не избавлюсь от этого чувства никак Я вижу ту же болезнь у тебя в глазах Не избавлюсь от этого чувства никак Не избавлюсь от этого чувства никак Я ни за что не поменяюсь с ней Я ни за что не поменяюсь ни с кем Пусть я буду ненавидеть каждый новый день Я буду ненавидеть каждый новый день Я ни за что не поменяюсь с ней Я ни за что не поменяюсь ни с кем Пусть я буду ненавидеть каждый новый день Я буду ненавидеть Я вижу ту же болезнь у тебя в глазах Не избавлюсь от этого чувства никак Я не избавлюсь этого чувства ни как Лежу только поесть у тебя в глазах Я не избавлюсь этого чувства ни как Тут вот смс-ка пришла. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то у вас были в свое время игры в эту историю, но, тем не менее, вопрос задам, потому что уж больно мне интересно, что имеется в виду. Будет ли альбом «Комнаты на носителях»? Ну, это первая часть вопроса. Он, собственно, по-моему, есть на носителях. Обложку-то я видел, как минимум. Обложка вообще сейчас ничего не значит. Нет носителях, да? Но будет, нет? Ну, не планировалось. Не планировали. И вторая часть этого вопроса. И почему Юля без бороды? Модно же. Это что? Сегодня так. А ты носила бороду? Женщина с бородой. Я почему задаюсь вопросом? Ну, мало ли, может быть, какие-то у вас были выходки своеобразные у коллектива? Уж не знаю. Человек, в принципе, просто так задал вопрос, что ли? На пустом месте? Нет дыма без огня, говорят. Хорошая шутка. Я не буду об этом говорить. Ладно. Можно я не буду об этом говорить? Хорошо. Тогда следующий вопрос. Когда выйдет следующий влог, третий по счету? Что это такое? Ждем ваших интересных видеоответов и занимательных историй. Расскажите об этом. Да, мы затеяли влог. Просто у нас был небольшой отпуск в связи с определенными событиями. И, в общем, ну да, мы обязательно возобновим его и будем отвечать на вопросы наших слушателей. А кто вопросы там задают чаще всего? Какие ваши творческие планы? Да, мы делали только две части, вот, и ушли немножко на каникулы. Поэтому просто, ну, мы таким образом общаемся с нашей публикой. Видео? Видео, да. То есть вы прямая трансляция, что ли, получается? Почему нет? А как это получается? Мы записываем видео и потом с вашим видом с ним разговариваем. Такие, да. Подожди, подожди. Видимо, я туплю сегодня и вопрос задаю неправильный. Люди приходят к вам куда-то, где вы садитесь, и на камеру записываете их вопросы и ваши ответы. Люди пишут куда-нибудь, вы записываете эти вопросы на бумажку, потом на видео отвечаете на эти вопросы. Второе. Все. Фух. Мне показалось, что я сегодня совсем не в Минько, и меня вообще непонятно. То есть вы собираете их вопросы в каком-то месте, в группе ВКонтакте, например. А потом на эти вопросы визуально отвечаете. Да. Вот такой план. План хороший. Ясно. Теперь понятно. Так это называется. Потому что очень много вопросов, на самом деле, задают в личку обычно. И они повторяются, например. И бывают интересные вопросы, на которые действительно хочется порассуждать. Вот. И мы решили вот так вот это сделать. Ну и молодцы. Ну и правильно. Правильно, что вы это делаете. Работа с публикой очень важная история. И мне кажется, очень большая задача стоит действительно у вас, потому что надо развивать отношения с публикой. А теперь я очень надеюсь, что публике вашей станет все поболее немножечко. А значит, кому этот человек отвечает про русский рок? Честно сказать, меня аж поколбасило сейчас. Протаюсь понять это сообщение. Русский рок. Русский рок так и должен быть. Меня начинает цеплять только после трех-пяти раз прослушиваний. И так со всеми исполнителями. Это не попса, где простейшая рифма везде не дает покоя и прицепляется. Игорь Минаев. Ну, я бы не сказал, что группа Святотень имеет хоть какое-то отношение к русскому року в том понимании, в которое, собственно, вкладывается в этот термин. То, что они поют по-русски и рок-музыку, да, тогда это русский рок. Но у нас почему-то в стране, как и с шансоном, произошла метаморфоза. Шансон — это Шарль Азнаур. На секундочку. Это шансон. Вертинской — это шансон. То, что нас называют шансоном, это сложно назвать иногда, бывает, и музыкотворчеством. И русским роком у нас называют совсем не то, что, в общем, оно из себя представляет. Поэтому даже рассуждать на эту тему не хочу. Голосы внуки напоминают, пишет Александр Сазанов. Не знаю. Не знаю. Я не заметил сходства никакого внуки. Несколько другой тембр сам по себе. Но если иметь в виду надрывное пение, вот что он имеет в виду, то тогда, может быть, и луну вспомним, давай, лусяная сюда. Тоже она. Тоже иногда надрывно поет. Ну что ж. Если женщина у нас, как раньше было, если женский вокал под руку рифа, рок-гитар, то это земфира, значит. Все, никаких других вариантов. Если громко с надрывом, значит, кто? Геворкян, лусяная, значит. Луся. А теперь вот тут и нуки уже припоминают. Поэтому глупость дичайшая. Давай дальше петь. Надо еще успеть три песни, по-моему, да? Да. Как называется следующая? Обломки терпения. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня напоминаю группу «Светотень» из города Уфа. Погнали. Бесполезно убегать. Бесполезно уклоняться. Всю твою защиту, напускную слабость, не встираю в пыль. Не спеши обороняться, силу убеждения, толпы несогласных. Оставь во мне, где я помню терпения. Боюсь, рассеряясь, последних каплей терпения. Не копайся в голове, не ищи в чужих останках. Я найду то место, что ты отрицаешь. И укрой, не укрой встал. И укрой встал. Я найду те лица, что ты призираешь. Оставь во мне Последнее как претерпение Боюсь растерять Последнее как претерпение Оставь во мне Последнее как претерпение Боюсь растерять Последнее как претерпение И ни слова в твою защиту Ни слова не оправдания И нет права презирать тебя Нет права осуждать даже нельзя И ни слова в твою защиту Ни слова не оправдания И нет права презирать тебя Нет права осуждать Взорви все Оставь во мне Последнее как претерпение 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 Это коммунист AMO Да сводишь ты с ума своим вокалом Сашу Извукорежиссера еще раз сегодня Я просто вижу его реакцию Когда он пытается Подхватить дырад, чтобы не дай Бог не улетел Нет Это хорошо Это хорошо Работает из злокорежиссера. Не сидит просто так, да? Потеет вместе с тобой Я сейчас прочитаю кое-что И вообще вопрос хочу задать на самом деле Грину Очень мне любопытно действительно с ним на эту тему пообщаться Ты сказал, что Научился играть на барабанах Ну возьми себе микрофон поудобнее Вот опытини его к себе, не стесняйся О, молодец Направь его на себя Вот, смотри, сейчас будет хорошо, громко Научился играть у них на базе Нет, я не у них на базе А где? Ты сказал, что пришел на базу Ну имеется ввиду на репетиционную, я так понял И начал играть Ну вообще Это давно как бы было Были как бы знакомые Очень хорошие друзья играли Ну занимались музыкой И вот Мы как бы Такая общая тусовка что ли была Я хотел сказать, что просто гениально совершенно Пришел человек, не умеющий играть в группу света Тебя не научили И он теперь играет Нет, 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 совершенно Там была большая тусовка как бы по интересам И вот как бы пришел Смотрел А потом уже в светотень Потом уже в светотень У тебя приятно, что босс слушает Он, кстати, привет передает всем Я ему тоже огромный привет передаю И это На самом деле Как бы у него супер-супер автосервис Вот Ну и с ним трудимся Вдвоем Приглашаем всех Да, ну в Уфу Спасибо, да Ну если вдруг какие-то проблемы с машиной Я если что, к тебе Обязательно Да, и в Уфу Арт-авто И в Уфу Арт-авто Я уже заглянул Да, арт-авто это и так называется У нас можно Почему? Я вообще не понимаю этих всех вещей Рекламы нельзя Ну если хорошие люди Почему Очень хорошие Не сказать доброе слово И очень качественно делал Уверен С таким человеком Мне кажется Некачественно не сделал Колоритный дядька Колоритный Колоритный грин Да Братцы, у нас осталось совсем Спасибо большое Осталось чуточку времени Сколько там На две песни буквально У меня еще есть Пара таких вопросов Ну скажем Моментов Касательно вашего творчества Имея в виду Вашу какую-то дальнейшую перспективу Ну были уже И под лейблом В некотором смысле Срослось Не срослось Это вопрос уже Косвенный Ну получилось Не получилось Главное Что все-таки засветились Сейчас вы в ротации На своем радио Я вас взял с удовольствием И с радостью Потому что услышал Что вы делаете И стал понимать Что эту музыку Мимо нее пройти Никак нельзя И когда появились Ваши песни в ротации Огромное количество людей Которые стали мне писать Спасибо Потому что как так Мимо этой группы Пройти было нельзя Учитывая все эти моменты Могу сказать Что настоящие ценители Хорошей музыки Они вас знают Они действительно Слушают вас И в интернете Находят песни Если уж живут Тем паче Близко к вам Ходят на концерт Вот еще осталось Как мне кажется Пол шажочка До того момента Когда вас должна Узнать страна Что вы делаете Для того Чтобы это произошло Мы Ваня потупил глазки Пошел в сторону Мы умеем делать музыку Вот Что у нас всегда Мы делаем музыку Мы делаем хорошо Свое дело Это правда Это правда хорошо И вот А все остальное У нас Получается Хуже Ну вот В плане Какого-то Рассказывать об этом Или что-то Реклама Это как бы просто Не наш профиль А есть человек Который этим занимается У вас Ну есть Так Не так давно Появился А вот О чем дело Не так давно Весной Не так давно Ну в общем Мне кажется Нужно немножко активнее Себя как-то проявлять Я сейчас говорю уже О соцсетях Например Ну что очень обидно Ну что мы Мы вот допустим После эфира Выложим подкасты Сначала это будет Аудиоподкаст Он будет лежать В архивах на сайте Он будет разбросан По интернету Потом будет видео Выложено Оно тоже пойдет В YouTube Ну понятно Что мы стараемся Привлекать внимание К вам Всеми нашими Нами доступными Способами Мы сделаем Все возможное Чтобы это произошло И сегодня Мы это делаем Тоже для того Чтобы вас узнали Как можно более широко Как можно шире Так скажем правильно Но без поддержки людей Опять же Я сейчас наверное Обращаюсь к тем Кто слушает нас Может быть среди аудитории Есть какие-нибудь промоутеры Люди занимающиеся группами Но не продюсеры Вам продюсер не нужен Иначе это будет папса Понимаете Продюсер зачем Продюсер вам скажет Надо петь Как было с Машей Макаровой Хороший Собственно у них был союз С Нестеровым в свое время Но Любочка Машу По-моему Выколбашивает до сих пор Вот сколько с ней разговаривает Любочку ненавидит Хотя благодаря этой песне Стала известной В свое время Но тем не менее Все же те кто занимался По коллективам Сейчас обращаюсь к вам Если у вас есть такие возможности Надо как-то помогать Талантливым людям Делать их известными Всей стране Чтобы вопросов Через год-два Цвета тень А это да Чтобы сразу было понятно Кто это Чтобы не возникало больше вопросов Кто это такие Откуда взялись Очень хотелось бы Чтобы у вас получилось Правда Спасибо большое Очень бы хотелось Вань не грусти Все будет хорошо Все будет хорошо Я уверен Что все будет хорошо Вообще иначе мыслить И жить нельзя Если не веришь в лучшее Как я говорю Все лучшее у нас спереди Да Вот если не веришь в лучшее То в принципе можно и не жить тогда И лучше как-то пропустить этап жизни Сразу Раз и туда Под крестик Давайте наверное дальше попоем Еще одна грустная история Еще одна грустная история Ну мы ее наверное в песне Сейчас реализуем как-то Да там сейчас песня в масть вообще В масть? Как я попала Жить спокойно Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня святая тень Поехали Снова все песни меняют значения Мои злоключения Твои заключения Нужно запомнить хоть что-то из этого Я не умею бежать под давлением Не думаю, что нарушаю правила Никто не просил И не составлял меня Мне нужно запомнить хоть что-то из этого Не знаю, что значит джипика Следует Знаешь Моить меня миром Несколько Пока я считала Потери в войнах Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу Жить спокойно Я не приводь все твои опасения Ведь я могу спать в разгар землетрясений То, что так важно По твоему мнению Совсем для меня не имеет значения Я не думаю, что нарушаю правила Сейчас главное мне Вызывать привыкания Оставь все примеры Оставь наставление Поставь хоть сомнение Подвергнись сомнению Знать, боить с меня миром не стоило Пока я считала Потери в войне Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу Жить спокойно Я ненавижу жить спокойно Неинтересны чьи-то сомнения Мне не интересны твои подозрения Оставь при себе до конца своих дней Оставь при себе до конца своих дней Неинтересны чьи-то сомнения Мне не интересны чьи-то решения Оставь при себе до конца своих дней Оставь при себе до конца своих дней А скажи-ка мне теперь, сколько по времени Кронометражу, финальная песня, которую вы закрываете в эфир сегодня Тоже минут четыре, да? Минут три, наверное. Три, все-таки где-то к трем. Самый вкусный вопрос, наверное, я запас под конец. Причем этот вопрос, он взят из той информации, которая о вас есть в доступе. Интересненько. Честно говоря, я такого раньше никогда не встречал, поэтому хотел бы, чтобы вы прямо глядя мне в глаза сказали, кто вот эту муть, извините, в хорошем смысле придумал. Изначально группа охарактеризовывала свой стиль как альтернативно-неороковый эмо-пост-поп-гранжи. Все в одно слово. Кто вот это слово из немецкого языка, потому что в немецком обычно слова в одну строчку, вот это вот придумал? Да я когда-то немецкий тоже изучал второй язык. Я понимаю, что для тебя это, да. Вот это вылилось вот. Альтернативно-неороковый эмо-пост-поп-гранжи. Это же не выговорить, в принципе. Вообще-то не должно было в какой-то доступ попадать. Мы одно время просто нас спрашивали, в каком стиле вы играете, а мы не знали, что ответить. Ну и несли всякую ересь. Да. Ну то есть вот это произнести сложно, поэтому эта ересь, наверное, действительно такая, которую человек и не произнесет. А ты можешь это произнести без бумажки? Да мы даже не знаем, что там сказали. Альтернативно-неороковый эмо-поп-пост-гранж. Смотри, а ты говоришь, смотри, смотри. Юж-Мур, нефтегаз, геофизразведка, да. Было одно и один раз слово в моей жизни, которое на всю жизнь запомнили. Я не знаю, как называется ваша... Ну, можно, конечно, какие-то ерлыки вешать, но это не наша задача. Задача — это критиков музыкальных. Обычно музыкальные критики и критикуют, потому что завидуют. И придумывают какие-то жанры нереальные. Тому повесили ерлык, тому повесили ерлык. У нас жанров два. Хорошая музыка и плохая. У вас музыка хорошая. Этого достаточно для того, чтобы определить жанр коллектива. Я говорю так. Жанр громко. Вот понятно, да? Вот, видосистик играет громко. И мне кажется, это достаточно понятно, о чем идет речь. Хочу сказать вам спасибо и за то, что приехали, и за то, что вы вообще есть, за то, что вы такие. За то, что вы столько лет... В данном случае мы говорим уже о 12-ти годах, да, получается, существования коллектива. Вы не бросаете эту линию, гнете свое. Альбомчиков, правда, маловато за такой длинный период, за столько времени. Но будет третий, я так думаю, уже все-таки вы должны немножко поторопиться, по тому, как интерес надо подкармливать. Интерес надо... Я сейчас аудиторские интересы имею в виду. Хотелось бы, чтобы это действительно происходило периодически. Как мне кажется, что альбомы в общем, в некотором смысле, решают эти вопросы. Хороший новый альбом. Первый альбом был только в 2011 году. А что так тянули-то? А мы тогда не умели сами делать ничего. Ну вот мы студию ждали хорошую, там... А вначале мы играть не умели. Снеговиков... То есть вы 8 лет не умели играть потом? Мы решили, вот мы будем писаться в этой студии. И бац, она, короче, переезжает или... Нет, не то, что переезжает. Закрывается. Она закрывается. Потом мы договорились со студией в Питере. Бац, она закрывается. Так было с тремя студиями. Да что ж такое. Кто-то уже бросил бы, наверное, сказал, все, не судьба, значит. А вы остались. А вы продолжаете. И это говорит о том, что судьбу свою надо делать своими руками. Не смотреть на всякие, ну, как говорят, знаки. Знаки врут. Бывают очень нагло врут. Все. К сожалению, надо заканчивать. Сообщу слушателям своего радио, что завтра в программе живые с 8 до 10 вечера, это четверг, группа Nobody One, Сергей Табачников. Песен, видать текстов не будет, будет классная. Хотя у него там есть уже что-то, он даже поет где-то. Это уникально, конечно. На концерте услышать Табачникова поющим было неожиданно. Может быть, завтра споет тоже. Чем заканчивать будете? Песня «Это будешь ты». А можно я тоже спасибо вам скажу всем? Ты уже сказала. Ладно. Нет, я хочу спасибо тебе. Ну, давай, говори. Вот за такую комфортную атмосферу, обстановку и за звук такой замечательный. Мы стараемся. Очень комфортно. Мы стараемся. Спасибо и вам. Ну, все. Будьте здоровы. Концерт в Питере 25-го. Имейте в виду. Приходите. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok